Приветики! Сегодня будет очень классный ролик, будет очень-очень много одежды. Вся одежда это не реклама. Выбирала ей властную ручь. Вот, а также пока мы не начали, хочу настоятельно попросить вас присоединиться ко мне в Инстаграм. Там мы можем вести с вами живую переписку. Не буду долго рассказывать, я выбрала несколько позиций. Буквально пару дней назад я их получила, и сегодня мы полностью будем собирать с вами образы. Как меня видно, я уже замахалась настраивать ракурс. Это обыкновенный трикотаж, оно облегающее. Я уже начала носить колготки, надо купить еще спар в 10. Так, платье у нас идет, видите, вот кругом у нас вырез. Не обращайте внимания на мои толстые ляжки, после видео я побегусь немножко. Сзади у нас удлиненный вот такой кусок висит. В принципе, на фотографии оно выглядело вообще не так, и я думала, конечно, что будет намного получше. Под это платье нужно одеть косуху. Итак, мы одеваем курточку. Сразу встаем получше. Да, мне так больше нравится. И боки не так видно. Куртка эта, кстати, у меня тайм-ов-стал. Я не знаю, ли она сейчас есть на продаже, но в Китае их миллион. Смущает, оно очень короткое. Буквально вот здесь уже начинается зона бикини. Поэтому я, конечно, все-таки его постоянно поправляю, но оно... Я взяла размер М, надо было брать размер Л, возможно, оно было бы ниже. Я, наверное, все-таки возьму, потом пойду и дощу еще кусочек, чтобы просто себя комфортно чувствовать. Также под это платье я буду носить сапоги. Покажу плюс. Объемные. Милитари стайл, панк стайл. Короче, должно быть по делу. Боже, яка стиля, гамма ты моя мыла. Так. Повязка у меня это ручная работа. Очень красивая вязка. Это типа как тюрбан получается. Классно. Можно голову не мыть неделями. Зачем? Просто себе одели повязочку. Ее, кстати, можно даже одевать на откульцпо. Не в очень холодную погоду. Вообще под этот образ классно смотрится. Так, значит, что у нас? Сапоги, колготки, платье. Очень даже ничего. Красивое декольте. Тюрбан, курточка. Теперь выберем сумку и сережки. Перебирала сумки и все-таки решила взять рюкзак. Это, кстати, тоже фильм фирмы Нью Чик. То есть это китайский интернет-магазин. И мне кажется, он будет лучше всего смотреться здесь так, знаете, не пошло. Мой образ довершен. Женщина в черном. А вообще, смотрите, как классно. Реально. Вот я бы так ходила. Вот так бы ходила. Я так и пойду. Боже, у меня там такая паутина висит. Я ее не видела. Неужели у меня пауки завелись? Так, очень тяжело, конечно, стоять так с одной ногой. Короче, ну что, напишите мне первый образ. Слухайте, но я вам скажу. Я вам скажу. А мне нравятся косухи короткие. Потому что кажется, что дужи талия тоненька. Главное боком не вставать. Вернее, задом не вставать. И передом. Если передом, то знаете, как сейчас дужи скрывают баки вот так, фотографируются. Типа кажется, что это тонко-тонко. А на самом деле тут два котяха висит. Ну что, переодеваемся дальше. Здесь у нас спортивное платье. Я обожаю такое. Мне... О! Ниточка прицепилась. Смотрите, у нас здесь есть капюшон. Бристый классный замочек. Желтые карманы. Желтый у нас, конечно, модный цвет. Мне чуть-чуть не нравится юбка. Я бы, конечно, хотела, чтобы она была хотя бы вот так покороче. Да. Было бы покороче, было бы получше. Я эти ботфорты купила в том году и ни разу их не одевала. Поэтому я все присматриваю. Под что они бы мне подошли, хоть приблизительно. Ах, убьюсь. Обьюся, женщина. Красивая женщина, незамежная. Стоит обьется на метро. Ой, она же хочет быть нежная. Как он? В принципе, неплохо. Только эти капсики какие-то такие, блин. И у них как это. Чапля-цапля. Видите, у меня, типа, размер 37. А они еще с этим носком. И реально такая. Сейчас, типа, спереди вроде так, типа, ничего. Эти кроссовки, кстати, вот я вам показывала в предыдущем ролике. Если не видели, ссылочка выскочит в описании. Ну, вернее, вот тут сверху в шапке. Сможете посмотреть. Смотрите, какие они классные. Носки себе такие. Я в них уже и за рулем нашарилась ездить. Они очень мягенькие, удобные. Растаскались, между прочим. Себе так. Ну, конечно, с бутфордами получше. Я не знаю, я так много занимаюсь и много бегаю. А ляшки все стоят живнее и живнее. Я не знаю, может, то ракурс я как-то негарно выбираю. В общем, такое. Вроде сзади так ничего. Они подтянулись, ноги вообще. Ну, спереди прям нету, знаете, тех женщин, у которых тут такая щелочка. У меня этой щелочки никогда нет. Это у меня всегда ляшечки трутся. Короче, такое. Ну что, следующий образ. Еще у меня есть желтые шкары. Можно будет. Ну, понятно, не по черные колготки. Надо, конечно, колготки. Колготки другие взять. Потому что я иногда не знаю, что надеть. А так, насмотришься роликов со стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У-ла-ла. Ну, а это просто must have. Не знаю. Обалдеть, обалдеть. Комбинезон. Расстегнули, затянули. Кроссовки, опять же, вот эти кроссовки подходят в пояс. Правда, не был с этим комбинезоном. Это пояс у меня с желтого комбинезона. Классно сел вообще. Я взяла размер М. Он мне свободный. Можно было смело брать С. Здесь еще была такая, типа, длинная штука, что застегивалась. Похоже на вот этот лампас. Но я ее оторвала сразу. В общем, классно. Я в ней вожу золотуху в садик. Классно вообще. Ткань, конечно, такая. Стоимость 370 гривен. Поэтому ткань можно понять. Вообще он классный. Стирку, конечно, она переживет. Покошлатится по-любому. Но за 370 рублей гонять то, что надо. Фарный. Типа будет как робо. Возьму красный. Накрашу красной помадой губы. И буду вау. Кстати, косухо с архиопарарой. Ремень можно удалить. Пошалим. Такая рутычная, аж страшная. Сверху накинули. Так, что у меня в карманах? Ага. Золотая заколка. Сейчас видно, что у меня есть дети. Себе застегнули такую курточку и пошли. То, что надо. Вообще на каждый день просто бомба. Цена 370 гривен. Следующий образ. Это у меня самые модные были. Да, вот эти костюмы. Мне сразу напоминается, что это типа Шанель. Да, вроде бы у нее такие первые костюмы появились с этой ткани. Я никогда бы в жизни не примерила на себя что-то подобное, если бы не моя любимая подписчица Руна Эйф. Вот. Она с Италии прислала мне посылку. Очень-очень много вещей. И в этих вещах был вот этот костюм. Но я его чуть переделала. Во-первых, я его вшила. Кстати, эта ткань очень легко подается всяким манипуляциям. То есть, ну, я его вшила по бокам, так как она была большой на меня. И вшила вот здесь костюм. Также сделала, короче, юбку. Она была где-то вот такая. То есть, я ее обрезала и расторочила. Чуть-чуть подвинула замочек. Ну, и обуть. Вот этот костюм я не нашла ничего лучше, чем мои старые Ивсенлораны. Я с них уже даже вытерла пыль. Это очень красивые ботильоны. Они просто, ну, не знаю, они уже не модные, но эта модель идеальна. Во-первых, я маленькая ростом. Широкая халява получается в них. Очень-очень высокая шпилька. Видите, синяя подошва как раз под синей мой костюм. Но на них очень тяжело ходить, потому что очень плохо фиксируется нога. Это у меня эманку, да, эманку. И брошку. Сережки с розочками. Ну, и шо ж они зеленые. Дуже гарное сочетание. Спасибо еще раз, Руна, за то, что ты сделала мне такой приятнейший подарок. Спасибо вам большое. Также огромный привет твоему мужу. Целую, люблю. А я уже без колгот. Да, сняла колготки эти черные, потому что это у нас легкая, шелковая, платье. Ну, просто сама нежность, взрослость и нежность. Я тоже не подобрала ничего лучше, чем лодочки, потому что в нем все-таки хочется, чтобы быть такой более женственной, более такой, знаете, о-о-о. О, элегантная, элегантная. Боже, еще раз хочу огромную благодарность Руне свое сказать за то, что она меня приодела маленько. Так, буду его пока вот так держать, потом приоденусь, потому что это Zara, это комбинезон. Но он такой, видите, как прям нижнее белье, да, полностью облегающий. Очень-очень классная тканюха. Я его буду носить тоже с такими объемными сапогами, только сверху кое-что приодену. Это очень мягкая ткань, это такая как будто вискоза с какой-то лайкрой, то есть он очень-очень хорошо тянется. Видите, он такой укороченный. Здесь есть такая небольшая рюшка. Короче, он просто бомбо-бомбо-стычно. Так, а сверху я его буду носить с кофтой. Свитшот, да, здесь у нас такая красивая телочка вся в брюликах. Он объемный, но меня не смущает. Если честно, оно как-то так лаконично все равно все смотрится. То есть хоть он и объемный, но нет такого дисбаланса. И, конечно же, под этот ромпер надо сделать другую причоху. Да, кепка очень классная. Сюда смотрится такая рэперская кепка, распущенные волосики. И, конечно же, мой незаменимый рюкзак. Я его тягаю вообще классный. Меня совсем не смущает, что на нем есть крылья. Мне наоборот это нравится. Смотрите, как прикольно. Такая, знаете, именно стиляжная. Стиляжная мать, которой совсем нету еще 30 лет. И в этом году 31 совсем нет. Короче, не знаю, это же классно. Вообще, очень классно все держится. Единственный вопрос, если захочешь пипи, это надо снимать кофту, снимать комбинезон. Поэтому перед выходом в таких комбинезонах нефиг пить много кофе и вообще... Самые любимые мои шкары. Опа-ля! У-ля-ля! Вчера смотрела влог Ивлеевой, и она там у-ля-ля! И так тоже ко мне прицепила. Даже так тяжело снимать на эту оригинальную камеру, вы себе не представляете. Но я просто хочу, чтобы картинка была максимум приближенная. Значит, что? Следующий у меня обалденный, приятнейший свитерок. Я специально надела сверху косуху, морда красная, обожарку. Переснимаю этот дубль уже второй раз, так как первый раз не получилось. Под них... Значит так, это у меня заровский комбинезон, так и остался. Сверху я надела кофточку, сверху косуху, это на более такую холодную погодку. Также мы можем надеть кепку. Не, кепка тут вообще ни в хвост, ни в риву, как бы так сказать. Любимые, конечно же, пушистики. Это мега удобная, мега красивая обувь. Короче, ну, вот так. Выскочили себе такие и пошли. Единственное, что я сюда бы еще добавила, такие носочки сейчас в тренде, такие сеточка прям как... Не в сетку такие бычьи, знаете, как натянули они там остались, а именно такая свободная, как люрексовая нитка. Не знаю, как описать. Ну, в общем, вот такие носки надо найти. Я их уже интернет-мисло, осталась только заказать. Также, пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам канал. И это, конечно же, не реклама, так как вы все прекрасно знаете, что каналы своих соотечественников я рекламирую абсолютно бесплатно. Очень интересный влог. Я уже пересмотрела массу роликов. Это семейная пара, которая очень много путешествует. Они очень веселые. Вообще, сама женщина, просто женщина-женщина классная. Поэтому, настоятельно рекомендую вам перейти по ссылочке в инфобоксик, на ее канал и расширить свой кругозор. Ну, как вам? Строго. Я мерила этот пиджак под все-все на свете. Это было просто уродство. Но под этот комбинезон еще не разу. Посмотрите, как классно под комбинезон. Вообще, я такая элегантная женщина. Правда, то, чтобы пуговичку почипыть. Потому что, если я в этом комбинезоне без пуговички, меня Олег уроет. Я думаю, если бы он был поменьше, было бы неплохо. Закрывает попу. Красиво под лодочки. Элегантно. Блин. Я буду его, наверное, носить под свой пояс Гуччи, который я так ни разу и не одела. И, кстати, не знаю, что за парадокс. Вы мне там писали уже сто раз, что мышцы стают тяжелее, потом ты начинаешь худеть. Честно говоря, по весам я не похудела ни на грамм. По объемам это лучше стало, не знаю. То есть старость не радует. Значит, смотрите, как классно. Ёб твою мать. О, да. Ну все, надо идти в рестик. Какой-то надо Олежку сегодня говорить, Олег. Посмотри, какая я сегодня шикарная женщина. Трэманы срочно выгуливаты. Ой, девки. Но этот комбинезон заровский, это вообще просто мега шик. Смотрите, как классно. Что я могу сказать? В этот раз я выбрала офигенные все вещи. Единственное, что этот пиджак, он реально стоит 250 гривен. Это вообще, блин, 10 долларов сейчас, серьезно. Мне только не нравятся рукава. Надо было все-таки сделать более широкие рукава, чтобы они соответствовали типа такому строгому крою. Потому что такие тоненькие рукава, конечно, как-то тут чуть-чуть не к делу. Но в целом, согласитесь, даже можно и без пояска. Хотя я люблю с пояском. У меня просто никогда в жизни не было талии. Поэтому у меня комплекс. А в целом можно и так. Ну что, на этом у меня все. Я очень старалась, засрала всю хату. Все валяется. Смотрите. Сейчас мне предстоит... Ой, выскочила, оголилась. Сейчас мне предстоит, конечно же, уборка и потом я иду на пробежку быструю, когда прибегу. Так вот, когда я вернусь, я буду монтировать вам этот влог и он по-любому сегодня выйдет. Я вас очень сильно всех люблю, целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok